Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о моём первом путешествии в Англию я расскажу о том, как после поездки с братом на машине по Англии я уже самостоятельно ходила, гуляла по Лондону и по его музеям. Итак, 3 июля мы уже были в Лондоне. С утра мы поехали в центр. Стас на велосипеде, а я на метро. Он купил мне карточку на неделю, объяснил, как добраться до станции South Kensington, и я отправилась в путь. Вышла на станции Notting Hill Gate, чтобы перейти на другую линию. Долго блуждала, не могла найти, на какую именно линию переходить. Чуть не уехала у Wimbledon, но вовремя опомнилась, перешла на другую сторону и через 3 остановки вышла в город там, где надо было. В лондонском метрополитене новичку очень сложно ориентироваться. Изначально надо показать, как пользоваться метро, как ориентироваться по указателям и на каких остановках происходит смена линии метро, и как выбрать правильную сторону, правильную платформу. Поэтому в первый раз мне брат, в принципе, объяснил, но я всё-таки запуталась, долго блуждала. Но в итоге нашла по указателю, там внизу была написана станция, куда мне надо было, South Kensington. И я вышла именно на ту платформу, куда и планировала. И доехала в пункт местоназначения. Там меня уже встретил Стас, и мы пошли в музей Виктории и Альберта. По первому этажу ходили вместе, а затем я стала ходить одна. Стас ждал меня на улице. Мне очень понравились отделы моды, музыкальных инструментов и стекла. В моде представлены различные экспонаты разных эпох, от древности до современности. Есть коллекционные платья от Шанель, Армани и Дольче Габана. В музыкальных инструментах больше поразили не сами инструменты, а то, как они расписаны. Ярко, красочно. Некоторые инструменты находились в выдвижных шкафчиках. Выезжает стеклянная полка, а вместе с ней включается свет, и ты рассматриваешь эти предметы со всех сторон. В разделе стекло поразила большая длинная лестница, на второй этаж сделанная из зеленого стекла. И много-много всякой интересной утвари. Здесь я получила первый опыт общения на английском языке. Когда я ставила на фольгу оттиск королевской печати в отделе серебра, где можно было самим попробовать сделать оттиск, какой-то парень спросил меня, «Good?» Я ответила «Good». И он привязался. Я сказала, что плохо его понимаю, а точнее вообще не понимаю. Спросил, откуда я из России, Санкт-Петербурга. «О, Эрмитаж!» Я говорю «Да-да-да-да-да». Начал мне что-то объяснять, и тут спасение. Позвонил Стас, спросил, долго ли я еще буду там по музею ходить. Я сказала, что иду-иду. И сказав, что мне надо идти, что я уже опаздываю, пошла в сторону выхода. Парень догнал меня, дал какой-то проспект русской церкви, сказал, что она здесь где-то недалеко находится, на этом и расстались. Не знаю, что он мне тогда пытался рассказать. В итоге я ничего не поняла и попыталась сбежать от него. Рядом с музеем Виктории и Альберта находятся еще два музея – научно-технический и естественной природы. Мы отправились в научно-технический музей, посмотрели там первые паровозы, самолеты, сфотографировались около болида Микки Хаккинина, посмотрели будущее, играли в компьютерную игру на внимание, походили еще, посмотрели по музею всякие различные интересные вещи и пошли в музей естественной природы. Зашли туда, посмотрели огромный скелет динозавра. Стас сфотографировал меня в маске обезьяны, которую мы нашли в музейном магазинчике. И поняв, что мы устали и не осилим еще один музей, решили прийти туда в другой раз. Я опять села в метро, а Стас поехал на велике. Пришли домой, покушали и легли спать. 4 июля я уже отправилась гулять сама по городу, в полном одиночестве. В первую очередь мне хотелось посмотреть Таурский мост. Туда я и поехала. Посмотрела на него со всех сторон, прошлась по нему туда, обратно. Просила людей пофотографировать меня. Стас научил просить сделать фотографию таким способом. Excuse me, спрашиваешь человека, обращаешь на себя внимание. Could you help me, please? То есть вот такую фразу он мне дал. И дальше говорит, показывай на фотоаппарат. Кто-то сам предлагал сфотографировать меня, когда я приглядывала местность для снимка. После Таура я отправилась в направлении огромного здания, похожего на яйцо. То есть это Mary Axe Building по номеру 35, по-моему, который называется The Gherkin, то есть соленый огурец, если переводить точно. Потом я уже впоследствии побывала в этом здании на самом его верху. Когда-нибудь тоже расскажу и покажу, что там находится. Посмотрела это здание вблизи. Как потом выяснилось, я была в сити-центре, бизнес-район города. Очень интересное здание. И как такую махину сделали овальной? Задавалась я вопросом. От него пошла на север, к лондонскому музею. Шла себе, гуляла, смотрела на здания, людей. Заходила в магазины. В итоге я заблудилась, так как, несмотря на карту, навигаторов тогда еще не было, я оказалась на улице Ливерпуль-стрит. Глянула в карту и ужаснулась. Я уже ушла далеко, на север от музея. Все-таки решила вернуться, но уже ориентируясь по карте. Оказалась на улице второго яруса. Здесь очень интересно. На первом этаже название улицы одно, а вот на втором ярусе идет уже другая улица. Кстати, на этой улице второго яруса я нашла очень красивый зеленый дворик с каким-то водоемом и фонтаном. Потом, впоследствии, я узнала, что эта местность называется Барбикан. Я тоже так же долго искала этот дворик. Через несколько лет нашла его и сняла. Вот как он выглядит, показываю вам. Очень интересные такие бывают закуточки в лондонских жилых районах. В общем, отыскала я этот музей. Зашла, посмотрела историю лондонского пожара. Тут позвонил Стас. Сказал, что ему к 17 часам нужен проездной. У меня осталось полтора часа, чтобы пройти весь музей, который я прошла за 15 минут. Не так много экспонатов там находится. И пробежала. Я же не знала, сколько там ходить мне придется. Решила все-таки двинуться в сторону запланированного на сегодня собора Святого Павла. Обошла вокруг него, посмотрела, сфотографировала. Сняла на видео. Тут пробило 16 часов. Я села в метро и в 17.00 я уже была дома. А в 16.50, прямо за 10 минут до того, как я прибыла домой, начался сильный ливень. Я успела добежать до дома, не промокнув до нитки. В общем, денек я урвала. Сегодня, 5 июля, я вышла из дома с твердым намерением посмотреть Букингемский дворец, где живет королева, Национальную галерею и Биг Бен. Вышла я на станции Сан-Джеймс-Парк и сразу же попала в Букингемский дворец. Посмотрела, пофотографировала и направилась к Биг Бену. Но пошла опять не туда и в итоге попала в Гайд-парк. Почему я все время ходила не туда? Потому что я потом уже впоследствии заметила, что в Англии карты всегда вверх ногами. То есть не так, как мы привыкли показывают. Если ты идешь вниз, значит ты идешь на север. Ну как-то так я поняла. То есть у них всегда перевернута карта. И надо идти в полностью противоположную сторону от того, как мы привыкли. В общем, попала в Гайд-парк. Делать нечего. Решила погулять по парку. Торопиться мне было некуда. Еще целая неделя впереди. Успею посмотреть все по 10 раз. Встретила иностранцев, кормивших белку орешками. Она их хватала прямо из рук. Дали и мне один орешек. И я тоже покормила эту белочку. А они сфотографировали меня за этим процессом. Потом спустилась к озеру, посмотрела лебедей, покормила их печеньем с шоколадом, которое брала с собой перекусить. А в конце озера я встретила семейство больших уток. Тоже покормила их. Утята отбирали еду у своих родителей. А когда мимо проходил человек с собакой, гусь, папа, насупившись и расправив крылья, побежал с гоготом на собаку. Что-то от испуга побежало и врезалось в ограду. Увидев, что я ушла в другую сторону от Биг Бена, я решила сесть на автобус номер 73 и поехать на Оксфорд-стрит. Вышла на этой улице. Она знаменита своими магазинами. Решила пройтись, посмотреть. Везде распродажи, скидки 50-70%. Но даже со скидками дороже, чем у нас в России. Опять села в автобус и уехала черт знает куда. Вышла на какой-то остановке. Зашла в какой-то банк. Попробовала поменять свои несчастные 100 долларов. Не поменяли. Ну, видимо, тогда я брала с собой доллары почему-то и не могла их поменять на фунты. Ну, это вот я не помню. Мне что-то сказали, я не поняла. С тем и ушла. Нашла станцию метро и поехала до Пикадилли-Серкус. Там вышла и пошла в банк. Разменяла деньги, получила всего 52 фунта. И отправилась на Трафальгарскую площадь. Кое-как по карте нашла ее и сразу же отправилась в Национальную галерею. Походила, посмотрела. Ренуара, Тициана, да Винчи, Ван Гога, Мане. Самая знаменитая картина здесь Ван Гог. Подсолнухи. Но мне больше понравилась картина Мане «Ночной Монмартр». Если быть точнее, то это картина Писарро, как я впоследствии узнала. И она до сих пор является моей любимой картиной в Национальной галерее Лондона. Выйдя из галереи, я решила все-таки дойти до Биг Бена. Я встретила русских мальчика и девочку из Новосибирска. Они меня сфотографировали, и я отправилась в сторону колеса обозрения. Надо было перейти по мосту через Темзу. Попросила двух девушек сфотографировать меня на фоне колеса. Они щелкнули и спросили, говорю ли я по-русски. Я сказала да. Тогда они на ломаном русском попросили их тоже щелкнуть. Что я и сделала. И пошла дальше. Не знаю, с какой они стороны были и почему они спрашивали, говорю ли я по-русски. Ну, видимо, только такой язык хоть кое-как они знали, чтобы попросить сфотографировать. Ну, вообще, если как бы вы не знаете языка, просто показываете на фотоаппарат и говорите фото, please. И все. И даете человеку, чтобы он вас сфотографировал, свой фотоаппарат. Все все понимают. Итак, на другой стороне я обнаружила аквариум и решила, что на днях зайду туда посмотреть рыбок. Тут начался сильный ливень. Я села на лавочку под деревом и практически не намокла. Любовалась дождливым Лондоном. Биг Беном, в частности. А как дождь поутих, поплелась на близлежащую станцию под названием Waterloo. Англичане произносят это как Waterloo, что в переводе означает водный туалет, как сказал мне Стас. Вообще, в Лондоне название многих станций переводится очень смешно. Я села в поезд и поехала домой. Вот так закончился мой очередной туристический день в Лондоне. Какие приключения меня ждали в следующие два дня, я расскажу в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok